Вот такая она пришла. Да, вот такая она была. Елена и Андрей – педагоги-психологи, родители двоих сыновей. Вместе с мыслью о третьем ребенке пришло понимание, что родным он может не быть, а стать. Непременно девочка. Объехали немало сиротских учреждений Подмосковья и других регионов, пока судьба не вывела на самарского блогера Ольгу Шелест. Она показала ребятам программу «Право на маму проходи жу». Это и определило их выбор. Мы скорее ориентировались на более-менее относительно здорового ребенка и помладше. Ну, просто я увидела ребенка, который… Я вижу, что там очень много всего внутри, и потенциал, что видно, что человек развивается, и что она действительно очень стремится к тому, чтобы научиться ходить. Хадижа прожила в доме ребенка почти два года. За это время ни одна семья не делала попыток забрать девочку. Мало кто решится взять на себя такую ответственность и заботу. Сотрудники вложили в малышку немало сил и души. Благодаря их усилиям Хадижа начала делать самостоятельные шаги. Но ее ожидало печальное будущее. Сегодня с самого утра в солнышке плакали, но уже от счастья. Мы уже были, даже подготовили себя и морально, и ее, наверное, в какой-то степени морально к тому, что мы ее переведем в другое учреждение. И вдруг такое счастье, вы не представляете. Мы, конечно, счастливы, что наш ребенок идет в семью. Мам, дай я тебе рисунок покажу. Сегодня же Хадижа с мамой и папой сели в поезд до Москвы. Рождество она будет встречать дома с новой семьей. А копилку предпраздничных сюрпризов приемных родителей пополнило знакомство с сотрудниками Самарской опеки. Такие отзывчивые люди, действительно, ну, среди всех, с кем я общалась, самые теплые впечатления. И потрясающе быстро сделали заключение. Даже мы не ожидали, даже еще раньше, чем сказали исходно. Вот, спасибо огромное. Пока! Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События.